Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну что же, позвольте в завершение такой интересной, насыщенной сессии представить вам не менее интересный клинический случай. Пациент, молодой мужчина, 30 лет, с июня прошлого года начал отмечать появление болевого синдрома в поясничной области. По поводу предполагаемого остеохондроза пояснично-крестцового отдела проводилась консервативная терапия, исключение противоболевой терапии, физиотерапии, однако без эффекта. С августа того же года увеличение правого яичка самостоятельно обнаружил. Пациент выполнил УЗИ-мошонки, где подтвердилось наличие образования правого яичка, а также КТ, по данным которого имела место забрюшина лимфоденопатия и тела практически всех возможных крупных сосудов легочного ствола, главной легочной артерии, были обнаружены тромбы верхней половины в правых камерах сердца. Пациент самостоятельно обратился к нам в центр. Вот такая картина была выявлена по данным исследования. Общий конгломерат лимфатических узлов забрюшинных размерами практически до 7 см. Вот такая картина имела место при выполнении ЭХКГ. Визуализируется тромба в правых камерах сердца, занимающая практически более 50% полости правого предсердия. Разумеется, когда пациент обратился к нам в центр, была заподозрена герминогенную опухоль, которая подтвердилась, соответственно, по данным анализа крови на онкомаркеры. Несмотря на все риски наличия массивного тромбоза и также развития тромбоцитопении потребления второй степени у данного пациента, 9 октября 2018 года была выполнена правосторонняя орхофуникулоктомия. По данным гистологического исследования мы имеем постпубертатную зрелую тератому – 100% опухоль, состоящую из различных типов эпителия. Однако был отмечен рост уровня онкомаркеров после операции, в послеоперационном периоде. В связи с чем, с 20 октября мы начали первый цикл химиотерапии по схеме ЕП с редукцией дозы топозита на 25% в связи с наличием тромбоцитопении потребления второй степени, также учитывая общее состояние и наличие такого осложнения основного заболевания, как множественный тромбоз. В ноябре месяце был проведен второй цикл цисплотина в монорежиме в связи с развитием гипотоксичности третьей степени неясного генеза. Но нормализация уровня маркеров была достигнута к третьему циклу лечения, после чего мы провели еще три полноценных цикла химиотерапии по схеме ЕП. Однако радиологический эффект лечения оценивался как стабилизация заболевания. На данном слайде представлены снимки компьютерной томографии уже после полного завершения этапа лекарственного лечения. Размеры конгломерата заброшенного лимфатических узлов примерно такие же, как и до начала лечения, однако обращают на себя внимание изменения в структуре, появление зон распада и обзасления. Далее встал вопрос о проведении хирургического этапа. И первым этапом в клинике Медицинского университета имени Академика Павлова в феврале месяца была выполнена операция в объеме пластики трикоспидального клапана, тромбоктомия в условиях искусственного прообращения. На данных слайдах вы можете в изображениях видеть, насколько процесс был распространенный, и это все опухолевые тромбы. Хотела бы сразу сказать, выразить слово благодарности коллегам-хирургам, которые предоставили данные изображения. Далее был произведен второй этап хирургического лечения, который был выполнен у нас в учреждении. Правда, спустя 3 месяца ввиду длительного восстановительного периода пациента в объеме лабортомии заброшенной лимфоденоктомии. Это снимки до, соответственно, имеют место достаточно массивный конгломерат размерами, ну, также примерно около 7 сантиметров. И, соответственно, снимки после выполнения хирургического, второго хирургического этапа. Но на этом история не заканчивается, и мы получаем вот такую невероятную гистологическую картину данного конгломерата лимфатических узлов, которая представляет собой смешанную опухоль, которая представлена незрелой тератомой G3, жизнеспособной на 80%, а также имеется незрелый компонент, который представлен нефробластомой. На данном снимке, соответственно, изображены гистофото, реальные гистофото нашего учреждения. Был проведен анализ литературы в ресурсе по обмед, и было выявлено, что имеется только 4 случая опубликованных клинических случаев такой вот трансформации герминогенной опухоли в опухоль Вильмса. Проанализировав все 4 случая, 2 из них имели неблагоприятный исход, пациенты погибли спустя несколько месяцев от постановки диагноза. Два случая клинических имели более благоприятное течение, но во всех представленных кейс-репортах пациентов лечили как именно герминогенных пациентов. Выполняли первым этапом химиотерапии по схеме БЭП, первый этап хирургического лечения, разумеется, там в одном случае опухоль была именно яичка, в втором случае заброшенная опухоль располагалась. При росте маркеров или прогрессировании проводили химиотерапию по схеме ТИП. И, соответственно, учитывая редкость морфологической картины, отсутствие достоверных данных по тактике ведения, но наличие незрелой тератомы G3 с такой высокой жизнеспособностью и посовещавшись с нашими коллегами, мы все приняли решение о проведении химиотерапии по схеме ТИП. В настоящее время пациенту был проведен один цикл лечения. Что будет дальше, покажет, соответственно, время. Благодарю за внимание. Да, уважаемые коллеги, вопросы, комментарии. Устали. Силус Борисович. Нет, это была самая первая линия БЭП. У него не прогрессирование. Дело в том, что у пациента в настоящее время еще имеется таргетный очаг. Это небольшой конгломерат лимфатических узлов, расположенных паравертебрально, и именно его мы будем оценивать в плане определения эффективности типа. Полного удаления не было. Остался один паравертебральный очаг. Да, лимфатических узлов. То есть нельзя сказать, что это как гладиуантное. Но при этом после операционного, после всех этапов хирургического лечения и до начала химиотерапии по схеме тип у него не было роста маркеров. Они как нормализовались на первой линии, так и остаются нормальными сейчас. Ну вот такой случай. Надеюсь, мы будем пятыми, кто публикует этот кейс-репорт. Я просто хочу сказать к тем, кто остался здесь, уважаемые коллеги. Вот понимаете, вот каждый случай, он индивидуален. С каждым пациентом ты думаешь, правда? И опыт, вот хотя вот мы уже занимаемся с какого, наверное, с 96-го года, да, мы занимаемся геремногеном и опылим лечения. И поверьте мне, двух похожих, наверное, не бывает. И каждый раз ты думаешь, что дальше делать. У нас очень много вопросов, и не всегда, несмотря на имеющиеся стандарты, не всегда знаешь, как лучше поступить. Мы часто совещаемся, часто думаем, вот Михаил Юрьевич сейчас ушел, вот видите, он входит у нас в Ассоциацию, Европейскую Ассоциацию по лечению геремногенных опылим, и тоже оспаривает некоторые вопросы, и не знаем, как лучше вести. Но самое главное, их можно вылечить, этих ребят, за них нужно бороться. Но кто бы стал делать, убирать эти тромбы, потом убирать эту опухоль, просто мальчику, который вот приехал, не помню, не из какого там региона, тяжелый достаточно, да, и за него боремся, боремся, и я думаю, что попытаемся и дальше будем бороться, лечить будем, не надеемся, надеемся все-таки на результаты неплохие. Продолжение следует...